Проект «Читай быстро» представляет Главный из книги Дэвида Натта «Пить или не пить? 10 основных фактов» Не забудьте подписаться на канал, наполнить колокольчик звоном, а мы начинаем! Факт номер один. Алкоголь – это наркотик. Один из самых опасных и распространенных в мире. Отличие от других – легальность и доступность. Он провоцирует эмоциональный подъем из-за выработки в организме эндорфина, аналога опиоида. К такому же эффекту приводит кокаин. Именно поэтому к алкоголю нельзя относиться легкомысленно. Несмотря на мягкое расслабление, алкоголь убивает не только путем отравления и несчастных случаев. Люди умирают от инфарктов и инсультов. Не слишком ли большая расплата за сомнительные удовольствия? Выпивка – часть системы координат нашей культуры. Старинные картины изображают сюжеты, связанные с употреблением алкоголя. Чуть ли не каждый современный фильм демонстрирует прием алкогольных напитков. Сегодня алкоголь в свободном доступе. Все это снимает у людей психологические барьеры относительно опасности употребления спиртного. Факт номер четыре. Алкоголь разрушающе действует на мозг человека. Как только в крови появляется хоть капелька алкоголя, мозг выходит из привычного ритма работы. Стадия опьянения. Что происходит, когда вы напиваетесь? Сначала люди ощущают расслабленность. Доза в 0,8% алкоголя в крови сильно влияет на координацию. 1,5% алкоголя в крови приводят к эйфории. При 2,5% человек впадает в ступор, теряет ориентацию. При 6% происходит остановка дыхания и смерть. Опыт алкогольного опьянения различается у разных людей. Степень опьянения определяет ожидания и окружающая обстановка. Кто-то выпивает, чтобы чувствовать себя увереннее перед встречей, другим нужно расслабиться перед сном. Седьмой факт. Синдром отмены алкоголя встречайте похмелье. От похмелья после употребления алкоголя страдает все тело, вас ждут провалы памяти, дурнота, тошнота. Учитывая доступность алкогольных напитков, экономика любой страны реально несет огромные потери из-за неработоспособности граждан. Вы отравили себя. После потребления алкоголя в организме человека фермент АДГ расщепляет его составляющие и перерабатывает вещество ацетальдегид, являющийся ядом. Из-за этого появляется состояние похмелья, что негативно сказывается на работе мозга. Лекарства от похмелья. Чем снять симптомы? Дэвид Натт предлагает облегчать похмельный синдром приемом ибупрофена, бета-блокаторов, спортивных напитков, пробиотиков. Автор считает полезную углеводную пищу кофеин в любом виде. Десятый факт. Похмелью стоит радоваться. Похмелье становится барьером между нормальной жизнью и алкоголизмом. Поэтому если сегодня вы проснулись с похмельем и жутко мучаетесь, радуйтесь. Законченным алкоголиком вы пока не стали. Все это и даже чуть больше в текстовом обзоре книги по ссылке в описании и сразу под роликом. Подписывайтесь на канал, наполняйте звуком колокольчик, слушайтесь маму и читайте книги вместе с Читай Быстро. Субтитры сделал DimaTorzok